Традиции обычаи вносят в нашу жизнь ощущение незыблемости. Но в некоторых случаях их соблюдение идет вразрез с правилами благоустройства и даже административным кодексом. В столице в очередной раз прошел рейд по ликвидации последствий, проявленных гражданами чувств и эмоций. Эти замки, пристегнутые новобрачными монумента славы, отправляются в мусорное ведро. Конечно, здорово, когда о любви так заявляют, но к вечному огню приходит почтить память павших. Распивать здесь шампанское и оставлять любовные талисманы – все-таки святотатство. Для свадебных традиций лучше выбрать другие объекты. Есть, например, у нас ЗАГС, где конкретно есть такая красивая лесенка, которая непосредственно уже нам дает возможность свою любовь как-то выразить, повесить этот замок, через некоторое время прийти посмотреть. А вообще, по моему понятию, лучше всего посадить дерево, оно будет расти, следите за ним, оно будет расти, вы будете смотреть, как ваша совместная посадка дает какие-то всходы, результаты. Кинуть монетку на счастье считают необходимым практически все жители Земли, но в море, а никак не в чашу вечного огня. Еще более дико выглядят попытки достать деньги, а ведь достают, ломая решетки. Кому-то из Чебоксарцев не дает покоя водная гладь залива. Из Чебоксарского залива вытащили три урны, одну скамейку. Сейчас мы пока, вот даже в настоящий момент, есть там еще не вытащенные, но это уже ждем, когда вода спадет, потому что практически нет возможности вот тяжелые там скамейки достать оттуда. Мыс любви или аллея влюбленных – одно из красивейших и романтичных мест города. Памятник истории и архитектуры. 200 тысяч рублей тратится ежегодно на покраску балюстрады. Но надписи все равно появляются. Конечно, говорить о любви хочется, но по закону подобные надписи и замки – это вандализм или мелкое хулиганство. Пишут надписи постоянно на стенах, по заливу, даже на красной площади, на подпорной стенке были случаи, когда такие надписи носились, на заборах, которые как бы составляют объект внешнего блудстройства, а там какие-то непонятные. Поймать вандала Графомана сложно. Но если вы встретите человека, который некультурно ведет себя у вечного огня, сделайте ему замечание. Возможно, он задумается. Или позвоните 074. Специальные службы примут меры и для задержания, и для ликвидации последствий. Во всяком случае, жених и невеста должны отреагировать адекватно. Кому охота выглядит невежими перед целой толпой гостей. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика.